Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши новообразовательный проект Детский телесад Оказывается, современный детский сад это не только точный распорядок дня, правильное питание и игровые занятия Здесь происходит много всего интересного, об этом мы и узнаем в наших передачах С 7 утра и до 7 вечера, так работает большинство детских садов Чебоксар Но что делать, если такой график вас не устраивает? А еще вы хотите, чтобы вашим ребенком с самого раннего возраста занимались опытные педагоги? Выход есть! Этот выпуск мы посвятим вариативным формам обучения Сегодня по плану рисовать природу Ребята Вика, Ева и Тимофей к занятию готовы Педагог Ирина Николаевна Для малышей просто мама Деревья давай нарисуем Как он по лесу катится среди деревьев Семейный детский сад у Молодцовых создан в 2009 году Они первые в республике, кто попробовал такой вариант дошкольного образования Всего в семье 9 детей Собрать и отправить каждого в детсад или школу – дело хлопотное и затратное А дома очень удобно Они целый день со мной Они не болеют Так как в садике часто Вот И Они спокойные Вот То, что они со мной вместе – вот это вот самый большой плюс То, что они с мамой находятся Я их воспитываю сама Воспитатель, нянечка, повар, музыкальный руководитель И даже немного театральный режиссер Маме Ирине пришлось освоить немало профессий Корова – мууууууу, забодает, забодает Маленькие легашки такие Рогашки такие, да, глазки Это семейная группа – структурное подразделение Чебоксарского детского сада номер 15 Мама состоит в штате и оформлена как младший воспитатель Раз в неделю педагог-психолог Ольга Стрельникова и логопед Нина Ковязина Навещают своих подопечных и проводят занятия Мастера очень знают хорошо цвета. Вы знаете цвета? Да. Давайте мы их назовем. Это какой цвет? А это какой цвет? Это? А это? Молодцы. Каждый раз новый урок. То же самое изучают ребята и в детском садике. Так что от своих сверстников Вика, Ева и Тимофей не отстают. Дети очень сообразительные, развитые, потому что в семье с детьми ежедневно занимаются. Если мы приходим и к нам в детский сад приходят дети не так часто, то ежедневные занятия, конечно, приносят большие плоды и результаты. Я сегодня строю деревянных, тучек, домики и плавки. Я сегодня нарисовала рисунок. Ответные визиты Молодцова наносят регулярно. В детском саду отмечают праздники, организовывают концерты, интересные встречи. Туда приходят и другие многодетные семьи. Встречаемся также в садике. Общаемся и они мне что-то рассказывают, что как. Они воспитывают. Я для себя что-то открываю новое, применяю в своей жизни. Нам там устраивают чаи пить. Конечно, приходишь и отдыхаешь просто душой. И вот это для нас хоть какая-то отдушина в этой жизни, потому что нам куда-то пойти, выйти очень сложно с детьми. Домашний детский сад – равноценная альтернатива муниципальному. Кстати, в нем можно воспитывать не только родных детей. Чтобы получить возможность заниматься с дошколятами самостоятельно, нужно соблюдать определенные образовательные стандарты. Пока в Чебоксарах открыто 10 семейных групп. Предположим, у вас есть ребенок, которому чуть больше полугода. И вы хотите, чтобы он уже в этом возрасте учился и привыкал к детскому саду. А может быть, какая-то помощь нужна и вам. В Чебоксарах работают центры игровой поддержки ребенка и консультационные центры. Познакомимся с ними поближе. Споем песенку приветствия. Ладошки. Здравствуйте, ладошки. Хлоп-хлоп-хлоп ножки. Здравствуйте, ножки. Топ-топ-топ-топ. С этой песни начинается каждое занятие в центре игровой поддержки, которое открыт на базе 16-го Чебоксарского детсада. Каждые 7 минут – смена занятий. Это нужно для того, чтобы малыши, которым от полугода до двух лет, не заскучали. Веселые танцы, сказочные представления и обязательно музыкальное сопровождение. Все просто и доступно. Программа написана нашими педагогами. Непосредственно те педагоги, которые занимаются в центре игровой поддержки, они разрабатывают на целый учебный год. Начиная с осени до мая, до выпуска. И каждое занятие – это каждая индивидуальная игровая какая-то ситуация. Тут и логика, и мышление, и внимание, и творческие какие-то способности. Есть и музыкальные какие-то способности. Давайте покажем, как бабочки летают. Вот так порхают бабочки. Занятие проходит раз в неделю. Сейчас здесь готовят к садику около 30 детей. Елена Порфирьева занимается вместе с дочкой Ангелиной. В подобный центр ходил и старший сын. Поэтому сомнений в выборе у молодой мамы не было. Я чувствую, что она уже за эти полгода адаптировалась. Она не боится педагогов, коллектива. Она очень стала дружелюбнее. Нам уже не страшно, потому что она знает, что такое детский сад, во-первых. Вот это с понятием, что такое детский сад, мы знакомы. Что такое дети, что такое воспитатели. К режиму мы уже как-то подготовились и дома. И она знает, что она привыкла и вставать, и тихий час у нас все вовремя. За три года работы здесь помогли адаптироваться к садику более стадо шкалятам. Почти такой же эффект и от занятий в консультационных центрах. Опытные специалисты, логопед, дефектолог, психолог помогают родителям, проводят совместные занятия. Как у змейки язычок выглядывает? Раз. И в длину спрятался. Два. Стараемся, чтобы язычок не только выглядывал, но и делался узким язычком. Еще раз. Обучение проходит очно или дистанционно. Сначала проводится беседа, по результатам которой определяют фронт дальнейших работ. К каждому индивидуальный подход. Вот уже больше полугода двухлетний Артемий вместе с мамой посещает занятия. Мы хорошо начали пазлы собирать. Мы уже из 35 деталей собираем пазлы. Мы хорошо начали двигаться, прыгать, играть. Он себя раскрывает. У него даже ход мыслей совсем другой. Развивается логика. Новое направление дошкольного образования – группы выходного дня. Пока это ноу-хау есть только в 201-м Чебоксарском детском саду. Каждую субботу с 9 до 12 здесь ждут малышей любого возраста. Развивающие игры, сенсорные комнаты, интерактивные занятия. И все это под руководством опытных педагогов. Группа выходного дня мне очень удобна, потому что я могу заняться своими делами. Когда мы прошли в садик, мы не разговаривали. Он начал разговаривать. Он рисует аккуратно, старается держать правильно карандаши. Фломастеры умеет правильно держать. Лепит разные фигурки. Знает животных, изучают они. Еще один вариант – группа кратковременного пребывания. На сегодня это самый доступный и популярный вариант. В 64 детских садах города у родителей есть возможность оставить своего ребенка под присмотром от 3 до 5 часов. В основном в такие группы ходят те, кто стоит в очереди на получение места в дошкольном учреждении на полный день. Вариантов, как и где подготовить своего ребенка к детскому саду у чебоксарских родителей масса. Конечный эффект у всех один – это развитый и адаптированный малыш. Остается выбор для себя, нужное направление. Это была передача «Детский телесад». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова